Парни, всем привет! Это Юра. Давно не виделись. Морской канал. У меня для вас есть одна коротенькая история, которую я хочу с вами поделиться. Она, как всегда, произошла с одним из наших учеников. Я хочу разобрать его вопрос, который вчера мне был задан. Он в данный момент проходит марафон. Кто не знает, что сейчас у нас идут какой-то там периодичностью марафоны. Это когда вы сами можете выполнять задания, находясь в своем городе, задания из тренинга. А мы, собственно, в свою очередь, вам помогаем, курировав вас по телефону. То есть есть общий чат, телефон, скайп. И мы можем с вами созваниваться, обсуждать эти все вопросы. И вот в один из дней начальных мне звонит Антон, так его зовут. И говорит, что Юра, как бы все плохо, у меня не получается одно упражнение. То есть я говорю, какое? И он говорит, упражнение, которое называется «Я классный». Блин, я думаю, ну как так? Это же такое классное упражнение. Суть в том, что вы подходите к женщине и говорите ей «Привет» и рассказываете, почему вы классный. Почему у вас есть вот это, вот то, как вы этого всего достигли. То есть, по сути, рассказывайте свои достижения. В общем, Антон сказал, что «Я не могу этого сделать, мне очень сложно, максимум три». Я думаю, ну чувак, ты вроде там 30 лишним лет живешь. Неужели там за 30 лет ты смог накопать только три каких-то своих интересных качества, ну как бы твои какие-то заслуги? И он мне, на что он мне отвечает, что на самом деле это не так. Он выписал их гораздо больше. Но когда подходит к девушке, он просто тупо не может их произнести. Я уже на третьем прокладываю язык. Не то, чтобы я забываю, что мне говорить, а я просто не могу произнести то, почему я классный. То есть, я спрашиваю, что за хрень, и он мне отвечает, что «Я не могу хвастаться». То есть, мне кажется, что я хвастаюсь, мне от этого очень стрёмно. То есть, я чувствую себя очень стрёмно. Понимаете ли вы, что человек не может сказать про себя хорошее, потому что ему от этого стрёмно? Посмотрите, в каких реалиях мы живём, что твои заслуги и достижения, они считаются, тебя наоборот еще и порочат в глазах других людей. На самом деле, блин, это очень хреново, потому что, как он сказал, это хвастовство. Это как воспитывают нас, наверное, наши родители, наше общество, что нельзя себя вести, нельзя хвастаться перед людьми, как бы это очень плохо. Вот плохо ли на самом деле, и действительно, и хвастовство ли это вообще, то, что когда ты проговоришь про себя какие-то вещи. То есть, на мой взгляд, хвастовство – это когда ты действительно своими заслугами пытаешься принизить другого человека от того, чтобы ему стало хуже. Наверное, и вот, на мой взгляд, вот это хвастовство. А то, когда ты делишься, да, как бы ключевое слово, ты делишься своими какими-то достижениями, да, там, с человеком, то я думаю, что как раз-таки это не является хвастовством. Но так или иначе, здесь, как на мой взгляд, какая-то идет подмена понятий, и любое проявление каких-то своих достижений, как бы человек воспринимает, как бы, ну, что это нехорошо. Нехорошо кичиться, делиться вот этим, потому что, ну, как бы люди тебя могут неправильно понять. И ему прямо реально это было тяжело произносить, как бы стали разбираться, что за хрень, потому что, ну, ребят, смотрите, как бы, у меня два сына сейчас, они маленькие. И даже вот, выходя гулять на площадку, я часто могу слышать о том, что вот эти мамаши, как бы, постоянно ругают своих детей. Там, вот это не делай, вот то не делай. Я понимаю, как бы, инстинкт материнский, отцовский о том, чтобы ребенок, там, не добедокурил, это, как бы, одно. Второе, что они, то есть дети, по мнению родителей, там, мешает отдыхать, как бы, другим людям. Давайте, как бы, сейчас не будем говорить о том, когда ты сидишь, едешь, там, где-то летишь в самолете, и, там, как бы, ребенок, там, вообще просто балуется все, там, два часа полета, и родители ничего не делают при этом. Это, конечно, одна история. Вторая история, когда ребенок, там, ведет себя, как бы, как ему хочется, и родители постоянно говорят, там, потише, пожалуйста, вот это не делай, вот это не делай, посмотри на других ребят. Они, там, ну, в общем, постоянно ему что-то, там, втирают, именно я другого слова не подобрал, но, чтобы он вел себя немножко по сдержанию. Виноват ли в этом ребенок? Вот, виноват ли в этом ребенок, либо, все-таки, как бы, это комплекс родителей, которые не хотят выглядеть, там, на детской площадке плохими родителями. Да, там, боятся какого-то суждения соседей. Они постоянно затыкают ему рот и не дают ему реализовываться. Ну, если так поверхностно пройтись, да, как бы, потом по отрезкам жизни человека, то есть, так же точно в школе тебя, ты получаешь, там, плохие оценки, тебя херачат вообще по полной программе, там, дальше на работе, там, начальник замечает у тебя только говно, а хорошие какие-то вещи, то есть, предпочитает не видеть. И, в общем, человек растет, как бы, в парадигме какого-то геморроя постоянного, да, может быть, это в нашей стране, может быть, это где-то еще есть, но, как бы, в России, как бы, эта штука точно, она присутствует, что, как бы, постоянно у нас, мы смотрим негативные передачи, то есть, вот это, как бы, парадигма вот этого негатива. То есть, мозг заточен человеческий на геморрой, постоянно тебе напоминает вот эти всякие хреновые твои штуки. Вот, люди, они, понимаете, как бы, даже если вы будете от души делиться своим успехом, как бы, это может, ну, как бы, раздражать людей. То есть, ты реально мечтал долго о новой машине, купил ее, блин, заехал во двор, блин, смотрите, какая у меня классная тачка. Все равно найдутся товарищи, которые, блин, скажут, что, ну, это сейчас не самая, на самом деле, популярная машина, он, скорее всего, и в кредит. Куча всякой хрени, потому что ваш успех будут саботировать, потому что так уж устроено, что люди, ну, как бы, не воспринимают чужой успех, как бы, им от этого больно. Ну, то есть, но вы-то в этом не виноваты, и многие поэтому и прячутся, потому что не хотят попасть под струю вот этих осуждений людей. И вообще многие не вылазят, потому что не хотят попасть под струю осуждения. То есть, так же точно и работает благотворительность, когда, то есть, осуждает тех, кто занимается благотворительностью. Это вообще, знаете, как эта система работает? Он кому-то помог, а ты, как бы, а этот не помог. В общем, и когда тот видит, что, ну, то есть, вот этот помогает, то, а я не помогаю. То есть, и у него начинается, как бы, некое чувство вины, да, комплекс, что он-то помог, а я нет. И вот, как с этим бороться, то есть, они начинают лить негатив, потому что, когда ты не помогаешь, то есть, еще раз повторюсь, у тебя наступает чувство вины, чтобы это чувство вины загладить перед самим собой, тебе надо, как бы, опустить вот этого человека, вот он это делает, все на показ. В общем, так это работает. И в связи с этим, ну, действительно, люди, нет, есть, конечно, еще по другим объективным причинам, там, дела делаются очень тихо и прочее, вот, но это не значит, что совсем не надо говорить о своих достижениях и никак себя не проявлять. Есть такое понятие, как самоценность, то есть, это принятие себя с порой, вот, ну, на свои достижения. То есть, многие, там, вы могли слышать, это те же самые психологи, постоянно на каждом углу говорят, там, полюби себя, прими себя, как это сделать, блин, как это сделать. Я, там, 10 лет пытался, там, да какой 10 лет я со школы не мог себя принять, постоянно, как бы, наезжали, унижали, там, что-то, там, предъявляли. И все время, там, родители тоже мне могли сказать, что, вот, ты, там, бренчишь на гитаре, толку никакого, это все равно все, это все откладывается. И потом, когда ты подходишь к женщине, ты уже даже не можешь, там, язык достать изо рта, потому что тебе все вокруг говорили, что ты, как бы, ну, вот, ни о чем. И никто тебя оттуда не вытащит. Понимаете, как бы, есть люди, которые попадаются нам в жизни, которые нас, как бы, мотивируют, там, говорят, да, чувак, там, вот, я в тебя верю, прочее. Но так чаще всего не происходит. Либо мы на этих людей просто не выходим. А не выходим мы, наверное, по одной простой причине, потому что не начинаем работать сами с собой. В первую очередь нужно начинать работать с самим собой. То есть самоценность, это когда ты, вот, свой собственный опыт прожитый тобой, как бы, начинаешь принимать. Это не хвастовство, это именно принятие своего собственного опыта. Ты, там, сделал какой-то результат, зафиксировал его, там, заработал какую-то, там, копейку, там, в этом месяце больше, чем все остальные зафиксировал, постоянно себя хвалить. Вот это реально практическое действие к принятию себя, к любви к себе. То есть, ну, реально, там, есть такая тема зеркало, многие практикуют, ну, вот, как правильно это делать. Ты стоишь в том числе и смотришь на себя, там, читаешь аффирмации, как бы, я классный, там, я мужчина, я могу все. И при этом еще не просто какие-то вот эти, знаете, бывают, да, там, аффирмации, в которых я тоже сначала, как бы, не очень верил. Я не понимал, почему я классный. Но когда ты это все приправляешь действиями своей жизни, ребята, так устроена жизнь, что за 30 лет ты хоть директор, хоть ты грузчик. То есть, жизнь так устроена, что вы все равно попадаете в какие-то ситуации, и из них выкручиваетесь, и все равно в каком-то смысле это подвиг. Все равно вы что-то делаете. Для кого-то, может быть, это, как бы, там, очень легко, там, с парашютом прыгнуть, а для кого-то, там, год решается, и потом прыгать, для него это тоже подвиг. Нельзя это потом все затирать и забывать. Это нужно, как бы, ну, собой нужно гордиться. Вот это именно так и работает. Именно так это и работает. Поэтому берите ручку, бумагу, выписывайте 10 качеств, как минимум, и начинайте это все прочитывать и запоминать, и повторять, как мантру. То есть, молитесь сами на себя. Если вы хотите вытащить себя из состояния, когда вас, там, никто не любит, не уважает, и сложно это сделать, потому что люди вокруг, еще раз повторюсь, они заточены на геморрой. Нам показывают геморрой. Нас самые близкие люди в нас не верят, нас постоянно осуждают. То есть, ты что-то, там, добиваешься успеха, там, тебя сразу это обесценивают. Вырастаешь вот таким, что для тебя еще вот эта подмена понятий, что это, на самом деле, оказывается хвастовство. Да, блин, черт возьми, смотрите, ребят, простой пример. Ну, вот эти же самые спортсмены, которых мы там все любим, за которых мы болеем и переживаем. То есть, они что это делают там на показ? Ну, в каком-то смысле, может быть, и да, но они все равно стараются. То есть, это некий труд, это в любом случае труд, это труд, за который ты себя должен похвалить. То есть, труд и его результаты зафиксированы тобой, результаты твоего собственного труда. Вот на это нужно опираться и себя за это любить и уважать за то, что ты трудился и зафиксировал результат. Это вот эти зафиксированные результаты вы потом будете озвучивать, ну, так, нативно. Мы это учим вас в тренингах, как это красиво и классно делать, особенно на свиданиях. Встраивать разговор, когда ты там просто, ну, если человек действительно занимается бизнесом, если он живет интересную жизнь, она у него полностью насыщена, она полностью у него там насыщена всякими интересными штуками, он, приходя на свидание, он что, молчать будет, если он так живет? Он что, специально будет говорить, что он какой-то клоп или мышь, и вот не будет это афишировать? Понятно, какие-то там суммы, цифры он афишировать не будет, но сама идея, когда ты ей заряжена, она тебя распирает, ты не можешь молчать, ты вынужден делиться. Понятно, там будут какие-то хейтеры, которые тебя будут за это потом гнобить или что-то еще говорить, но без этого никуда. Суть в том, что да хрен с ним, как бы с публикой, там, с показухой, там, со всеми. В первую очередь, как это работает, вот любовь к себе, это самоценность, это нужно начинать себе проговаривать, напоминать себе, ты, возможно, забыл за свои 30, 40, 50 лет, сколько у тебя достижений, или что-то там просто обесценил, на самом деле для многих это большой подвиг. Так что, ребята, как бы начните с этого, начните, это очень важно, это в первую очередь нужно озвучивать для себя. Вы поймете, как это начнет работать, потому что многие ходят, там, слышат, вот психолог сказал, люби себя, люби себя, а не люблю себя. Я 10 лет не мог понять, как это все работает. Когда только начал это все проговаривать, с афиром стоял перед зеркалом, говорил там, я классный, а вижу там вообще не классного чувака, как это вообще может работать. То есть, это будет работать, если ты реально будешь подходить и упорно говорить, слушай, блин, я классный, я классный. Я реально эту хрень не принимал, там, блин, очень много лет. То есть, когда я приехал на тренинг, там, 6 лет назад, и Володя вот дал эти аффирмации, а я Володе тотально верил, потому что мне деваться уже было некуда. Время идет, прям бежит, и уже, там, 33 года с лишним. Хотелось женщин, хотелось семью, и я уже, как бы, мне уже стало плевать, я был готов на все и делал эти аффирмации. Только сейчас, в данный момент, вам еще стоит приплюсовывать туда свои достижения. Достижения, там, они, еще раз повторюсь, они у всех могут быть разными. Когда женщина сидит с вами на свиданке, она хочет все-таки рассчитывать. Они всю жизнь мечтают о принцах, а ты пришел, что будешь скрывать свои достижения? То есть, ты считаешь это хвастовство? Нет, это ее, как бы, гарантия на тебя, что с тобой, как бы, будет не скучно, не стрёмно, не страшно, что ты, как бы, справишься со всеми. От того, как ты ведешь диалог, как ты рассказываешь про свою жизнь, про свои какие-то достижения, как бы, можно срисовать тебя, как личность, и понять, что с тобой интересно. Если ты там рассказываешь, блин, я тут все здесь, там, спортом занимаюсь, тут какой-то результат, тебя можно прочитать, что ты просто, ты живой человек, и все, за что ты берешься, там, потом превращается, как бы, ну, в хороший результат. Также и ваши отношения, также и ваши будущие брак и дети, то есть, это проецируется на все, как бы, универсальная формула. Поэтому, ребят, не путайте, пожалуйста, самоценность с хвастовством, это вообще абсолютно разные вещи. Самоценность – это то, на что вы будете опираться, это ваши достижения, это ваши труды, это вы этого добились, для себя, в первую очередь. И потом, когда кто-то вас будет срать, да, вот, я начинал вести эфиры, срали, на каждом, там, эфире кто-то что-то говорил, там, ну, в общем, да, сразу хочу сказать, было не очень приятно, как-то так, волнительно. Думал, что справлюсь, ну, как бы, в принципе, справлялся, но с трудом, честно скажу. Но потом, когда я уже занимаюсь, там, несколько лет подряд, там, ведя тренинги, индивидуальные занятия, и люди, которые заканчивали тренинг, звонили, благодарили, потому что родился сын, потому что создалась семья, потому что, там, создались отношения, ты понимаешь, что результат твоей работы, как бы, зафиксирован, и он уже, как бы, готов. И после этого тебе пишут, что твоя система не работает, это уже не пробивает, это уже, понимаете, это уже настолько все целостно, как бы, ну, то есть, мне намного важнее позитивная реакция моих учеников, когда они звонят и говорят, что, Юра, спасибо. А когда хейтер тебе пишет какую-то хрень, как бы, это уже смешно, вот это как работает, то есть, вы должны опираться на свои результаты, любить себя за свои результаты, какими бы они ни были, то есть, для вас они на данный момент лучшие, будет еще лучше, только если вы начнете заставлять себя, ну, в каком-то смысле, может быть, и да, то есть, принимать себя и хвалить, хвалить себя и делиться, а не хвастаться, то есть, делитесь результатами с женщинами, и женщины вас за это будут любить. Всем пока, это был Юра, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok